Тревога в Ереване, Сакар выходит на армянский рынок. В Армении планируется реализация программы модернизации сети автозаправочных станций. Как сообщает спутник Армения, инвестировать в создание сети современных АЗС намерен нефтетройдер Патракас, совместное предприятие Роснефти, 49% акций, и группы бизнесменов во главе с Давидом Якобашвили, 51% акций. При этом армянские СМИ выражают озабоченность тем, что Патракас якобы находится в партнерских связях с Сакарой и вполне возможно, может начать экспортировать в Армению нефтепродукты из Азербайджана. Комментируя данные предположения для Хакин. Эйзи в пресс-службе Сакар заявили, что подобные опасения в Армении звучат не впервые. Как и в предыдущих случаях, такого рода умозаключения армянских СМИ не имеют под собой никаких оснований, говорит заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Сакар Ибрагим Ахмедов. Сакар. Государственная компания, и мы придерживаемся политики государства, которая пока не восстановила экономических отношений с Арменией. Возможно, когда-нибудь, когда на государственном уровне будет принято решение начать экономическое сотрудничество с Арменией, Сакар также может принять участие в новых проектах. Свою точку зрения на этот счет высказал и мажоритарный акционер СП Петракас Давид Якобашвили. По его словам, обвинение армян в том, что посредством компаний на армянском рынке будут продаваться азербайджанские нефтепродукты, звучат достаточно абсурдно, поскольку на самом деле Петракас является прямым конкурентом Сакар. Непонятно, чем подкреплены такие обвинения, говорит Якобашвили. В СМИ рассказывают, что у Петракас якобы про азербайджанские интересы, что по заданию Баку компания намерена поглощать армянский рынок. На самом деле Петракас и Сакар, прямые конкуренты, они конкурируют на рынке Грузии, в регионах Черного и Средиземного морей. Азербайджанского капитала в портфеле СП Петракас нет. Как отмечает Давид Якобашвили, 49% акций находятся у Роснефти, а оставшиеся 51% делятся между ним и его партнерами. СП Петракас планирует создать в Армении сеть из 22 автозаправочных станций на базе армянских активов Роснефти. Постепенно их количество планируется увеличить до 50. Как рассказал Якобашвили, сеть будет отвечать международным стандартам качества и обслуживания. СП Петракас планирует инвестировать в армянский АЗС порядка 30 миллионов долларов. Сеть будет функционировать под международным брендом и по стандартам Gulf Oil International. Компания Петракас была основана в 2009 году и занималась логистикой, транспортировкой и трейдингом нефти и нефтепродуктов. В 2010 году компания приобрела полную лицензию у Gulf Oil International на использование бренда, после чего зарегистрировала компанию Gulf Georgia, которая является сегодня лидером розничного рынка в Грузии. В 2011 году Петракас приобрела высокотехнологичный нефтеналивной терминал в грузинском порту Поти. В 2014 году были подписаны документы, регламентирующие приобретение Роснефтью 49% акций у Петракас Энеджи и создание совместного предприятия для дальнейшего развития деятельности совместного предприятия на Южном Кавказе в Черноморско-Средиземноморском регионе.